Главная новость на сегодняшний день. Stray Kids продлили контракт с JYP. А, ну да, они еще выпустили новый альбом AIDS. 18 июля компания JYP официально заявила, что все участники Stray Kids продлили контракт с JYP. Ура! И после такой классной новости 19 июля парни выпускают свой новый мини-альбом AIDS за главным клипом и треком Check Check Boom. Это очень долгожданный релиз для всех фанатов группы и анонсировали этот альбом еще в конце июня. Трейлер к альбому наделал много шума и с ним сделали огромное количество мемов во всех социальных сетях. Ну и, конечно же, фанаты группы с нетерпением начали ждать релиз альбома AIDS. Клип Check Check Boom снимался еще в мае в Нью-Йорке, сразу после того, как Stray Kids посетили мероприятие Мэтгала. Первые фото со съемок быстро распространились в интернете, однако долгое время было непонятно, что же готовят Stray Kids. Но эти эксклюзивные кадры со съемок сразу же появились в моем телеграм-канале Полинси, поэтому, если хотите каждый день узнавать все самое новое, интересное и эксклюзивное о кей-поп-индустрии, прямо сейчас подпишитесь на мою телегу по ссылке в описании под этим видео. Итак, клип Check Check Boom. Ни для кого не секрет, что мы сейчас живем в постмире. Постирония, постмодернизм, в общем, где отсылки делаются на отсылки, с огромным количеством слоев. Прямо как у Шрека. В общем, клип Stray Kids Check Check Boom полностью эксплуатирует идею вот этого пост. Посмотрите, как начинается клип. Казалось бы, обычный прогноз погоды, но ведет их актер Хью Джекман в костюме Росомахи, что является отсылкой на новый фильм Дэдпула Росомаха. Но Росомаха является, в свою очередь, отсылкой на еще старый фильм Росомаха. А Росомаха – отсылка на Людей Икс. А Люди Икс – отсылку на супергероев. То есть, цепочка очень длинная. И посмотрите, как он себя ведет. Вам его поведение ничего не напоминает? Например, тот самый известный мем с Траволтой из «Криминального чтива». То есть, в этом клипе Stray Kids делают мем с Хью Джекманом, и этот мем, в свою очередь, является отсылкой на другой мем. Вот такой вот замес. Но дальше больше. В кадре появляется Райан Рейнольдс, что является отсылкой на Дэдпула. Но при этом, когда он впервые появляется в кадре, он не в образе Дэдпула. И только в середине клипа он переодевается в костюм Дэдпула. Но опять же, в конце, когда он вроде бы в образе Дэдпула общается с группой Stray Kids, к нему обращается по его настоящему имени Райан. То есть, тут идет очень такая долгая отсылка на отсылку, и круг замыкается. А что, Stray Kids, парни, как обычно, молодцы. Офигенная хореография, круто проработанные костюмы, локации. Также в этом клипе, как во всех видео Stray Kids, очень много интересных монтажных приемов. И весь клип, он полностью заполненный. В нем есть большое количество каких-то маленьких деталей, которые с первых там раз, двух или даже трех просмотров ты не замечаешь. И когда ты смотришь клип все больше и больше, ты видишь больше отсылок и больше каких-то интересных деталей. В общем, над клипом реально очень много работали. К тому же, в одном из кадров мы видим здание Chrysler Building, и сам Райан Рейнольдс говорит о том, что события происходят в Нью-Йорке. Но потом появляются лучи, прожекторы, и это нам показывает то, что мы находимся в какой-то параллельной реальности, или же это отсылает на супергеройский город Готэм. В клипе есть интересный момент, когда Чан Бин говорит фразу «I'm strong», то есть «я сильный», но звучит она как «Армстронг», что является отсылкой на первого человека на Луне. И чуть позже в клипе как раз и показывают этого человека на Луне, и вроде бы, по идее, это должен быть «Армстронг», но этот космонавт больше напоминает известную фигурку MTV VMA. И таких интересных маленьких моментов в клипе огромное количество. А какие вы заметили интересные детали и отсылки в клипе «Чак-чак-бум»? Пишите в комментариях. Что касается песни «Чак-чак-бум», ну это хит. Тут можно долго рассусоливать на тему того, какие тут стили и тому подобное, однако, по-моему, это не столь важно, когда песня просто классная, хитовая, и её хочется много раз переслушать. Единственная к ней претензия – это то, что она довольно короткая. Однако, зато больше раз послушаешь. В общем, слова «Чак-чак-бум» – это то, что в ближайшее время чаще всего от меня будут слышать окружающие. «Чак-чак-бум». Но заглавка – это, конечно, хорошо, однако сегодня вышел целый мини-альбом «Эйдз». В альбоме 8 песен, и парни хорошо прогрели аудиторию перед этим релизом. Они выставили несколько сниппетов к разным трекам из этого альбома, и, конечно же, первыми их услышали подписчики моего телеграм-канала «Полинсия». Первый трек в альбоме «Маунтанс», и когда «Страйгитс» только представили сниппет к этой песне, я уже влюбилась в этот трек и больше всего ждала, когда же выйдет уже полная песня «Маунтанс». И я её послушала, ну это очень крутой бисайд из альбома «Страйгитс». Для меня это главный бисайд в кей-поп в 2024 году. Песня реально очень крутая. Второй трек в альбоме – это заглавка «Чак-чак-бум», её уже обсудили. Далее идёт песня «Джем». Она такая, знаете, в стандартном стиле «Страйгитс», прикольная, хитовая, много рэпа, а вот этот вот проигрыш в припеве мне прям очень сильно напомнил песню «Домино» из их альбома «Нойзи» 2021 года. Вот они по стилю, эти две песни плюс-минус похожи. В альбоме есть песня с гениальным названием «Страйгитс», то есть группа «Страйгитс» поёт трек «Страйгитс». И этот трек мне понравился ещё по сниппету, и когда вышла полная версия песни, я уже полноценно влюбилась в этот трек. Песня выполнена в таком модном звучании, и это довольно интересно, потому что «Страйгитс» – это та группа, которая всегда в трендах мировой музыки, однако, когда они следят за модой, они не отходят от своего стиля. То есть, слушая песни «Страйгитс», ты никогда не перепутаешь их с другими артистами. Для разнообразия в альбоме есть песня «Твайлайт» в таком джазовом стиле, и завершает альбом «Эйд» фестивальная версия заглавки «Чак-чак-бум». И казалось бы, зачем «Страйгитс» – фестивальная версия их песни? Но сейчас среди диджеев по всему миру пошел тренд на использование кей-поп-треков. И «Страйгитс», следуя трендам, сделали фестивальный ремикс своего трека. То есть, скоро у топовых диджеев мы услышим музыку «Страйгитс». Но «Страйгитс» не были бы «Страйгитс», если бы не подготовили еще много сюрпризов. Так, в конце июля парни выпустят саундтрек к новому фильму «Дэдпул и Росомаха». Трек «Страйгитс» получил название «Слэш». К тому же, в начале августа «Страйгитс» станут хедлайнерами известного музыкального фестиваля «Лолапалуза». И это далеко не первый музыкальный фестиваль, на котором «Страйгитс» в этом году будут хедлайнерами. Чуть ранее, в этом же июле, «Страйгитс» были хедлайнерами на миланском музыкальном фестивале «Айдейс» и на лондонском музыкальном фестивале «Бистий Хайтпак». Этот год – это космическое продвижение карьеры «Страйгитс». К тому же, JYP начали поговаривать о том, что ближе к концу 2024 года «Страйгитс» также выпустят еще какой-то специальный альбом, поэтому до конца этого года у нас еще будут новые классные треки «Страйгитс». Ну и, конечно же, в конце августа «Страйгитс» начнут свой новый мировой тур «Доминейтс». Начнется он, конечно же, с концерта в Сеуле. И на этот раз парни решили не мелочиться. В Сеуле пройдет сразу четыре концерта. Потом парни поедут покорять Азию, а в 2025 году нас ждут концерты в Европе, в Северной Америке и в Латинской Америке. В общем, в ближайшее время у «Страйгитс» будет очень забитое расписание. Но вы же помните, что мы живем в мире пост. Сегодняшний день – это день офигенного релиза «Страйгитс». Чек-чек-бум!